В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Последствия инцидента на Юрюстском месторождении устранены. Причины перелива нефтесодержащей жидкости и скважины выясняются. В нашем эфире кадры с кустовой площадки нефтепромысла. В Наринмаре продолжается активная подготовка к паводку и жаркому лету. В районе полигона твердых бытовых отходов прошли учения по локализации пожаров. Нейрогимнастика, скорочтение, мнимотехника. Этими навыками теперь в совершенстве владеют выпускники благотворительного проекта «Арктическое долголетие». Накануне глава государства обратился с традиционным посланием. Федеральному собранию было посвящено развитию экономики страны, повышению качества жизни и благосостояния граждан. Спикер окружного собрания Александр Лутовинов прокомментировал послание президента. Он выделил ряд тезисов. Для нашего округа это очень важные аспекты, особенно в той части, которая касается социальных вопросов. Здравоохранение, помощи семей с детьми, развитие инфраструктуры регионов. Специфика нашего региона как раз именно в этом заключается. Поэтому, когда мы говорим о том, что должны вот эту двуединую задачу решать, и я ее полагаю, что она является для нас стратегической, то нам надо максимально усилить работу с федеральным центром. По мнению парламентария, это позволит нарастить финансовые возможности для решения стратегически значимых для региона вопросов. Кроме того, опираясь на эти аспекты, собрание депутатов разработает план по реализации основных тем послания президента на текущий год. Он будет нацелен на то, чтобы депутаты максимально работали согласованно с исполнительными органами и властями, для того, чтобы действительно решать те вопросы, которые для нас являются здесь первоочередными. Ну, вот это, наверное, последнее, что нам необходимо сделать, потому что планы планами, здесь все надо соединить, эти усилия, в том числе с муниципальным образованием, с главным муниципальным образованием. То есть надо дойти до каждого человека, надо дойти до сути вопросов. Последствия инцидента на Ереюзском месторождении устранены. Причины перелива нефтесодержащей жидкости и скважины на кустовой площадке выясняются. Об этом сообщил представитель подрядной организации КРС «Евразия». Сегодня на Евтепромысле работала межведомственная группа. К проверяющим присоединились и представители СМИ. Репортаж Алины Ваучейской. На Ереюзском месторождении продолжается проверка. Проинспектировать объект прибыли представители природоохранных структур и профильного департамента, сотрудник МЧС и владельцы производственного участка. Проверяющих встречает главный технолог подрядной организации, которая выполняет на кустовой площадке плановые ремонтные работы. Вячеслав Емлин рассказал, что в это воскресенье произошел перелив нефтесодержащей жидкости. При плановом ремонте такие случаи не исключены. Происходит перелив. Последствия мы уже устранили. В принципе, перелив произошел на производственную площадку. Со слов технолога, инцидент практически рядовой. Нефтесодержащая жидкость за пределы кустовой площадки не ушла. Скважину загерметизировали, а территорию, на которой произошел перелив, отсыпали песком. Николай Новожилов, осмотрев месторождение, заверил, что экологической угрозы нет. Безусловно, мы постоянно контролируем работу подрядчиков. У нас есть специальная служба, которая занимается контролем. Поэтому будем продолжать также работать в штатном режиме. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений тем временем работают на территории кустовой площадки. Задача – отобрать пробы почвы. Берутся они в двух местах – в непосредственной близости к производственному объекту и на прилегающей к нему территории. Фоновые – это относительно чистые, которые не подвержены загрязнению. И уже вдоль обложки возьмутся провок, которые уже загрязненные. И потом будут они в лаборатории сравниваться, будет выдаваться протокол. И относительно фоновые, что здесь, и вот какая вот там загрязненность. И будет, соответственно, вызвано экспертное заключение распространения, которое они уже будут решать дальше. Скважина, из которой еще в воскресенье фонтаном Белонефт, сегодня загерметизирована. Ну а ответ на главный вопрос, нанесен ли ущерб природе, станет известен, как только придут результаты анализов отобранных проб почвы. Кстати, параллельно ведется еще и расследование причин, которые привели к такому инциденту. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север» и Рьюзское месторождение. Сегодня Ненинский округ в очередной раз остался без интернета. Обрыв кабеля произошел в районе Ухта-Усть-Ухта. Подробнее случившимся в телефоном интервью рассказал директор архангельского филиала Ростелекома Андрей Прищемихин. 22 апреля в 9 часов утра диспетчерская служба Ростелеком зафиксировала обрыв на министральной линии связи в 3,5 километрах от города Ухта в сторону поселка Даньи. Сеть оператора была повреждена сторонней организацией, которая проводила работы без согласования в охранной зоне кабеля и пробурила оптическую линию вместе с почвой. Телефонная связь предоставлялась по резервному каналу с ограничениями по качеству. Также абонентам были доступны интернет-ресурсы органов власти, физически расположенные в регионе. Продолжали работы телеканалы 1-го и 2-го мультиплексов. Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место обрыва, нашли точное место повреждения на участке и извлекли из грунта концы кабеля. Была проведена работа по восстановлению целостных передней. В 14.45 услуги связи для абонентов Ненинского автономного округа установлены в полном объеме. Первый за 10 дней случай заболевания коронавирусной инфекцией был выявлен в Ненинском округе за прошедшие сутки. На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится один человек. Пациентов в стационаре нет. Напомню, что на территории региона действует режим повышенной готовности и масочный режим. Посты и педконтроля на Лаевожской дороге и в аэропорту сняты. Режим двухнедельной самоизоляции по приезде также отменен. Все интересующие вопросы, связанные с COVID-19, можно задать по телефону 122. Звонок бесплатный. С начала года в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненинского округа поступило около 20 обращений, связанных с неправильным начислением тарифов за коммунальные услуги. В связи с этим был принят ряд мер по исправлению ситуации. С начала текущего года проведено 19 проверочных мероприятий. При поступлении, допустим, жалоб каких-то, когда люди к нам приходят с обращением, что у них неправильно произведен расчет платы за жилищие коммунальные услуги, мы, соответственно, рассматриваем такое заявление. И если мы видим, что действительно факты нарушений в заявлении указаны, и есть такие признаки, то мы назначаем внеплановую проверку и проводим соответствующую проверку соответствующего лица, которое выставило платежный документ. Ну, допустим, это может быть управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. В ходе проверки смотрят на состояние счетчиков, рассчитывают, верно ли применены тарифы и определены объемы. Из 19 проведенных проверок у нас проверки закончились с нарушениями в 8 случаях. Но не всегда, конечно, это связано именно с нарушениями в расчете платы. Бывает, что просто неправильно оформлен платежный документ. Бывают вот такие тоже недостатки. И вот по данным нарушениям у нас тоже все были выданы предписания. Мы каждое предписание ставим на контроль. И когда заканчиваются сроки его исполнения, тоже проводим контрольную проверку, смотрим, насколько правильно полностью или не полностью оно выполнено. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, Департамент внутреннего контроля и надзора Ненинского округа проводит профилактические мероприятия с жилищными организациями. Власти города активно готовятся не только к паводку, но и к возможному жаркому лету. 22 апреля в районе полигона твердых бытовых отходов прошли учения по локализации пожаров. За работой отряда по тушению пожаров наблюдал и мэр города Олег Белак. В этом году весна пришла рано, и мы готовимся, как правило, к двум стихийным неприятностям, которые нас ждут в этот период. Первый – это ледоход. Второе – последовательное наступление, если будет жаркое лето, а в этом году оно к этому все предполагает, это противопожарные мероприятия. И для нас, естественно, что полигон ТБО, который мы знаем, что периодически, ну, раз в три года здесь бывают некие локальные пожары, очень важно сделать предупредительное мероприятие. Красным флагом обозначили возможное место возгорания. Сотрудники быстро среагировали и приехали к нужной точке. Подвели пожарный рукав к емкости с водой, которая располагается прямо посреди свалки, и сымитировали тушение пожара. В течение двух последних лет мы существенно обновили материальную базу, приобрели помпу и сформировали внутри предприятия свой участок, который обеспечивает противопожарную безопасность. Сегодня мы провели на сухую учение, подготовили свою бригаду и, что называется, проверили их слаженность. То есть время реагирования 4 минуты, это вполне вкладывается в все нормальные нормативы. Подобные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем, чтобы избежать пожаров и обезопасить жителей города. Нейрогимнастикой, скорочтением, мнемотехникой и многим другим теперь в совершенстве владеют выпускники школы «Уникум» благодаря благотворительному проекту «Арктическое долголетие». Наталья Дуркина продолжит. Разгадать кроссворд-сканворд-логическую задачу для Ольги Чебуриной проще простого. Ученица еще до прихода на проект не давала мозгу передышку. Теперь же открыла для себя еще больше возможностей. Как еще можно нагрузить свой мозг? Я просто даже о некоторых моментах даже не догадывалась, что вот они существуют. И просто нам Александра Ивановна открыла Америку, можно так сказать. И мне, например, очень интересно, говорят, ну зачем тебе это знать по порядку планеты Солнечной системы? А мне это интересно. Я сейчас это знаю, благодаря опять же занятиям. Потом 15 морей омывают нашу Россию. Все ли мы знаем моря? А сейчас мы знаем их все, и причем в определенном порядке. Понимаете? Вот такие вещи, это вот то, что новое для меня было. Месяц обучения пролетел слишком быстро. Участница проекта «Арктическое долголетие» готова и дальше продолжать развиваться. В таком коллективе пообщаться, побывать – это очень здорово. И вот если бы это был круглый год, вот учебный год, был бы просто замечательный. И класс бы побольше сделать. Ну, настоящий класс. Я думаю, желающих найдется немало. Под впечатлением от занятий осталась и Людмила Лаптандер. Поначалу было сложно, признается женщина. Однако после пары уроков влилась в работу. Я всегда выхожу от сюда такая восторженная. Я всем своим знакомым об этом рассказываю. И, конечно, люди тоже загораются, что да, тоже хотелось бы в такой школе. Но вот посмотрим, может быть, в сентябре действительно занятие откроется. И желающие. Но я просто желаю, мое пожелание всем нашим пенсионерам, кто имеет достаточно свободного времени и хочет этим заниматься, приходите сюда. Потому что здесь очень много полезного для своего здоровья, для своего мозга, так скажем. Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. Как в настоящей школе, участницы проекта получают домашние задания и оценки. Класса, Кабаша, Сэ и Саосово, Сушку. Каждое занятие начинается с нейрогимнастики. При помощи рук делают, на первый взгляд, простейшие упражнения, приключая скороговорки. Затем развивают моторику, подбрасывая мячи. Следом раскрашивают различные картинки сразу двумя руками. Всего же в арсенале преподавателя более 30 различных упражнений. Этот проект, он должен быть для людей бесплатным, благотворительным, потому что это в основном пенсионер. Я, конечно, такие проекты и для детей провожу, но там родители имеют возможность оплачивать, а пенсионерам это сложнее сделать. А польза очень большая. Люди прямо, они вот совсем другими ко мне пришли. Я на глазах вижу, как они меняются. Появляется и радость жизни, и вот общение. И действительно, они понимают, делая упражнения, что не все еще потеряно, еще все можно восстановить. Благотворительный проект «Арктическое долголетие» Александра Калинина вынашивала много лет. Проходила обучение и писала программы. В прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой проект не был запущен. И как только были сняты ограничения, школа распахнула свои двери для взрослых учениц. Этот проект направлен на развитие памяти. Различными методами, эдетикой, мнемотехникой, различными приемами мы развиваем память. Нейрозарядка у нас проходит, полушария мозга оба, полушария мозга развиваем, левой, правой рукой рисуем. Более 30 упражнений различных, логические задачи решаем, потому что мозг – это очень важный орган. Как только начинает стареть мозг, стареть начинает человек. И как только начинают образовываться новые нейронные связи, человек молодеет. По завершению курсов выпускницы получают сертификат. На этом Александра Калинина останавливаться не намерена. В планах у руководителя – продолжение благотворительного проекта. Рога оленя и лося, кости мамонтов, бивни и моржей. Для косторезов – это исходный материал, который впоследствии превращается в очередной шедевр. А тех, кто дает вторую жизнь останкам и рогам – в сюжете Елизаветы Кабановой. Бормашинами пользуются не только стоматологи и мастера по маникюру. Этот инструмент является основным для людей, которые занимаются резьбой по кости. Бормашины и фрезы – лучшие друзья косторезов. Из обычных рогов и останков животных они делают предметы искусства. Пять лет назад Татьяна Адаменко побывала на мастер-классе, где и узнала о таком творчестве, как косторезанье. У нас приезжала мастер, она с Холмогор. Мастер – это Галина Хабарова. Очень известный косторез. У нее семья вся очень… Это самая сыновья, там даже невестка. Все вот они как бы идут по этой династии – косторезы. И вот я присутствовала у нее на мастер-классе. Мне это понравилось. Придя на работу в этнокультурный центр, ее попросили возобновить резьбу по кости в нашем округе. Так на свет появился клуб «Белая кость». Каждую субботу участники собираются вместе, чтобы не только улучшить свои навыки, но и узнать что-то новое. Среди учеников Татьяны есть и самородки. Например, Рашид Тайбарей, работу которого поместили в фонд работ резьбы по кости. Также всеми известный Дмитрий Безумов, который уже сам открыл косторезную мастерскую. Но сколько еще выйдет талантов из этого клуба, пока неизвестно. «Белую кость» приходят из интереса, а потом остаются и создают свои шедевры. Оно как появилось у нас в городе, этот косторезный класс. И стало просто интересно, что вообще как кость, используется как материал, но в искусстве. Решил заглянуть, посмотреть. В итоге решил попробовать, и так занялся общим этим делом. Резьба по кости – достаточно трудоемкий процесс, который требует максимум усидчивости. Человеку желательно уметь хорошо рисовать и представлять предмет просто смотря на материал. Косторезы – те же скульпторы. С костью ошибок допускать нельзя. У меня есть такая поговорка, я все время шучу, как из фильма. «Пилите, шура, пилите». Вот это основное, что должен делать косторез. Это пилите, шкурить, пилите, шкурить. Это очень трудоемкая работа. И она больше подходит для терпеливых и усидчивых людей. То есть, когда ты понимаешь, что очень долго надо все делать, и только тогда у тебя будет результат. То есть, здесь очень быстро ничего не получается. Наш округ – ладись материалов до косторезов. К слову, для того, чтобы начать работать с исходником, сначала его нужно выдержать и просушить. В среднем, рок оленя должен подождать три года, прежде чем стать каким-нибудь предметом декоративно-прикладного творчества. Рог оленя, ну вот он, с одной стороны, очень красивый, даже внутри. У него на срезе, а все рога на срезе чем-то напоминают дерево, у него разные цвета. Он пористый, да, но чем взрослее олень, когда он сбрасывает рога, тем, например, более плотный рог. И плюс рога, как вино, надо выдерживать. То есть, не подходят рога, которые только сбросили оленя. Процесс подготовки кости многоэтапный. Ее нужно просушить, обезжирить, отбелить. Клуб покупает материал у оленеводческих бригад. Но, несмотря на то, что наш округ сокровищница для косторезов, своей школы, как, например, в других регионах России, у нас нет. Вообще, в резьбе по кости есть школа, вот как есть художественные школы, так же и в резьбе по кости. Это у нас, получается, холмогоры, это у нас якутская школа, это чукорская школа и тобольская школа. И у них у всех разные направления. Ненецкий народ чаще всего использовал кость для утилитарных вещей. Например, пуговицы для упряжи. Ну или в редких случаях ручки. Поэтому Татьяна Адаменко поставила перед собой грандиозную цель, экспериментируя найти тот стиль, который отличал бы наших косторезов от других. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Во всех регионах России 24 апреля пройдут субботники, посвященные теме экологичного поведения и городской среды. Ненецкий округ также присоединится к акции. В субботнике могут принять участие все на Ринмарце. Жители могут выйти на традиционную уборку придомовых территорий, общественных мест и подъездов. Парк юбилейный станет одним из мест, где будет проходить массовый субботник. На его территории региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания устроит уборку под музыкальное сопровождение с различными конкурсами. Наринмарцев обеспечат перчатками, красками и мешками. Грабли, метла и кисти просят принести с собой. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok